С вами Оксана. Сегодня, девчонки и мальчишки, я буду снимать видео своих процессов, коих у меня накопилось нескончаемое множество. Покажу вам маленькую елочку, которую мне тут дети поставили в мой кабинет, вышивальный, так сказать. Вот, значит, картиру с мышами, вот видите, еще не повесили, увы-увы, так еще пока и стоит. Ну, как всегда, надо ждать мужа. Значит, первый мой процесс, которым я наконец-то дала ход, это панна котята с книгами. Ну, девчонки, я, конечно, не ожидала, что у панны сейчас такой шаг вперед, такое развитие, ой, в ихних вышивках, в ихних вот этих проектах. Так что, в общем, работа эта вполне себе такая, знаете, замуроченная, как ваш любимый Dimensions. Очень много в этой работе всяких полукрестов, в разных сложений нитей. Есть и в 5, и в 4, и в 2, и ой-ой-ой, сколько тут всего. Нет только французских узелков, но есть еще и бленды. Блендов в этой работе, кстати, немало. Зацепил дизайн. Скорее всего, цветовая гамма мне здесь понравилась, потому что вышивать котиков как-то не мое. Я, конечно, люблю животных, но это, наверное, мои вторые котики, котята. Вот после вот этого кота пробного от Искусницы. Вот он у меня здесь висит, такой одинокий. Хотя у меня куплено, еще была в те годы, когда это был мой начальный такой, скажем, опыт. Это, наверное, была одна из моих первых работ. Училась я вышивать на Искуснице. Вот, я тогда еще и знать-то не знала, что есть столько производителей там, и вообще чего только нету, да. И лежит у меня в пару к нему кот-кошка в розовых цветах, наполовину отшитая. Так стыдно, что она лежит до сих пор. Ну, так и не законченная. Вот, и вот это, наверное, мои третьи кошки, которых я вообще купила именно кошек. Я не считаю там всяких леопардов, тигров, нет. Именно вот домашних кошек. Значит, здесь мне очень нравится, меня покорила цветовая подборка. Мне нравится, что здесь столько цветов, и синие, и красные, и вот, ну, много всего. Значит, сейчас я покажу свой отшив. Наконец-то я продолжила эту работу. Вот у меня появилась книжка. Вот здесь везде бленды и металлик, с металликом, то есть бленды идут. Вот, вот такая первая книжечка у меня появилась. Ниточки в этом процессе, конечно, шикарные, такие все яркие. Вот такие вот нитки. Кстати, вот я слышала мнение многих девочек, что гамму специально нарезают коротко, так как эта гамма все время, ну, там, ползет, что-то там с ней не то. Ну, это неправда. Я вышиваю хаэт гаммы, и у меня в хаэде метровые нитки. Еще пока ни одна нитка у меня не расползлась. Поэтому не могу сказать, что это оправдано. И покажу сейчас кусочек схемы, который я отшила. Так, значит, схема у панны мне нравится. Очень крупная. Вообще классно сделана. Не надо тут ломать глаза. Посмотрите, как здорово сделано. В котиках очень много цветовых таких пятен. Они совершенно несложные. То есть смотрите, сколько я вышила на вышивке, какой кусок схемы у меня отшит. Насколько крупная схема. Какой кусок схемы у меня отшит на листе. Лист большой. Вот такой вот листочек. Вот. Нитки гаммы здесь прекрасно ложатся, прекрасно себя ведут. Опять же, ничего плохого сказать не могу. Не знаю, у кого какие проблемы с этим, но лично у меня с гаммой проблем не бывает. Так. Значит, вот тут сколько по ключу. Смотрите, в пятнице. В четыре нити, в три нити бленды пошли. Еще бленды пошли. И здесь есть французский узелок. Кстати, что-то я его пока не нашла на схеме. Наверное, не видела. Вот столько здесь креста. И, соответственно, у нас есть бэкстич. На картонку наклеила. Панна вообще круто в этот раз сделала. У них на каждом... Два листа вот таких в схеме. И на каждом листе вот этот ключик дублируется. То есть, если с этим что-то случится, я могу взять второй лист. Мне очень удобно. Мне очень понравился этот набор. Так. Впечатление очень хорошее. Шью с удовольствием. Наконец-то мои котики начали, ну, свое, скажем так, движение. Вот, девчонки, хочу отвлечься. И хочу еще вам, знаете, что показать? Мне родители притащили, не поверите, вот такую швейную машинку родителей моего мужа. И она, девочки, работает. И она электрическая. Здесь есть вот такая ножная педаль. Мне, сроки, сказала, будешь шить теперь свои подушки. Не отдавать там никуда их, ничего. Будешь шить сама. Я, конечно, раритет такой. Я ее опробовала. Она работает. Да, на ней все реально можно шить. Только надо немножко подсмазать. Я не знаю, сколько ей лет. Но, наверное, как мне, если не больше. В общем, вот такой мне достался. Ей она вечная. Она, не знаю, она из чего. Она какая-то чугунная, что ли. Ей не будет, наверное, ничего еще лет. Ну, еще столько же. В общем, вот такая досталась мне машинка. Ладно, вернемся к процессам. Вот этот станок я сейчас уберу. Ой, потому что много будет сейчас процессов. Процессов я своих очень кучу насчитала. Все процессы я колупаю. Ничего я не откладываю в долгий ящик. Все равно я как-то потихонечку, но я их шью. Так, второй процесс. Это вся та же чудесная игла. Пыталась я взять себя в руки и начать отшивать вот тут шею у этой девушки. Девчонки, девушка мне нравится. Но качество набора просто тушите свет. Я уже объясняла, что произошло в видео, которое... Ну, кто не видел, посмотрите, про чудесную иглу. Не знаю, мне так везет или вот всем так везет. А у меня вот, знаете, дочь отшила вот такого тигра от этой же чудесной иглы. И здесь такая канва странная. Если видно на камеру, она какими-то полосами. Как я ее не пыталась отгладить. Причем она и была такая в наборе. Очень плохая канва у чудесной иглы. Не знаю, как сейчас. Наборов я их уже больше не покупаю. Вот. Хотя мне нравятся их разработки. Но качество этих наборов, конечно, хромает. И при том, что эти наборы тоже уже стали недешевые. Резко вот эти девочки подлетели в цене. Я ее покупала за 500 там что-то рублей. А сейчас уже, ну, сами знаете. Так, отложу пока процесс этот. Кстати, он у меня, этот процесс шьется. Сейчас скажу. Вот на органайзере эти нитки. Хотя я, честно, в паках органайзеров круто разочарована. Я думаю, что в скором времени я вообще от них откажусь. Вот здесь столько ниток. Вот. Значит, дальше. Еще хочу показать законченную работу моей дочери. Ну, это всем известный Риолис, кролик. Это такой был первый набор шерсти, который она отшивала. Ну, вот тут как раз претензий у меня ни к чему нет. Все вроде гармонично. Ну, такой миловидный детский сюжет. Вот. Поэтому, как бы, к Риолису особых претензий у меня нет и не бывает. Только единственное, что к схемам, к их им. Дальше. Третий мой процесс. Шары желаний. Так, девчонки. Ну, вот так он у меня сейчас отшит. Сейчас поближе покажу. Здесь есть крест, полукрест. Вот в этой вот... Что это такое, тень? Или что это такое от этого шара? Значит, процесс я пока этот отложила. Сейчас объясню, почему. Он легко идет. Он несложный. Нет. Мне не нравится канва. Она стоит колом. Я ее три раза уже стирала. Я вам могу показать, что канва это вот такая. Я не знаю, что не так с этой, блин, канвой. Если я стираю канву других производителей, чтобы она стала мягче, я не люблю жесткую дуборезскую канву, то эта канва, она какая-то как синтетическая. Знаете, я не знаю, с чего она сделана. Если она действительно хлопковая, то удивительно, чем ее там крахмалили. Вот. Так, в принципе, этот процесс очень легкий, простой. Ну, кому этот сюжет нравится, я знаю, что многим нашумевший тоже такой был, как бы, сюжет. Вышивайте. Так, дальше. Процесс. Это какой был? Первый, второй, третий, да? Третий. Моей белоснежки. Я, конечно, не планирую этот набор прям уже, знаете, прям брать и заканчивать. Нет. Я пока что не буду. Кстати, процесс тоже я этот постирала. Сейчас я его как-нибудь вам разверну. Рукой неудобно. Вот что я отшила на данный момент. Конечно, здесь свет немножко меняет лица. Какие-то они здесь на камере ярко-рыжие получаются. Но на самом деле это не так. Не обращать на это внимания. Ну, пока мне все нравится. Четкие контуры у них вроде бы как бы ничего. Хорошая канва очень. После стирки она не, знаете, как не села, ничего с ней, то есть не произошло. Все в порядке, стала она мягче, потому что, опять же, не люблю жесткую канву. Так. Это мой процесс номер 4, да. Следующий процесс, это, конечно, жильчонки хаэт. Ну, так вот он у меня лежит. Пока что ждет своего времени. Ну, я уже снимала на него обзор на вот этот вот процесс. Посмотрите, если кому хочется конкретно. Вот в таком вот виде этот хаэт у меня находится. В скором времени я, конечно, к нему опять приступлю. Ну, как у меня, знаете, как будет у меня порыв такой. Хочу шить сегодня хаэт. Все, я буду шить хаэт, значит. Пока что вот я увлеклась котятами от панны. И, в общем-то, ими и занимаюсь. Так. Еще один процесс. Ну, в принципе, все вы знаете моих павлинов. Конечно, разворачивать их сложно. На столике, на маленьком. Очень он здоровый. Ну, покажу вот отшитый кусок. Про фирму Доме вообще говорить ничего не буду. Все у них отлично, просто. Это, конечно, да. И, несмотря на то, что здесь нету никаких крестов, полукрестов, разное сложение нитей, вышивка от этого совершенно не страдает. Совершенно не страдает. Вот. И я вообще, знаете, я не хочу покупать Dimensions. Я не вижу там своих сюжетов у этой фирмы. Почему-то они меня не привлекают. И вообще, цена за китайский набор, я считаю, они продают китайский набор по цене американского. Но это круто. Одно дело, если бы их в Америке делали дальше, а другое дело, когда их китайцы делают так же, как и вот эти наборы, например, фирмы Доме. Ну, тут хотя бы цена оправдана. Вот, Dimensions я не вижу оправдания цены этим набором. Не понимаю я, за что люди готовы платить там по 5 тысяч. В общем, не знаю. Так. Дальше процесс, который я очень хочу двинуть в отшиве. В отшиве это Зеленая деревня. Она у меня не стоит, как знаете, первостепенная вышивка, которую надо шить бегом, быстрее, скорее, там, все. Нет. Я ее начала, ну, надо было ее начать, чтобы она не лежала у меня лет там 10 еще где-то мертвым грузом. Мне очень нравится этот проект, и я бы хотела его, конечно, отшивать по мере возможности. Но я сейчас хочу в 17-м году закончить маленькие вот эти работки, ну, вот шары там тех же, там, кошечек, и потом дальше уже буду заниматься большими проектами. Если, конечно, не начну что-то, потому что у меня есть, конечно, в планах и бутылочки, и все остальное прочее. Дальше китайский набор, который был куплен, наверное, рублей за 4... Да, около 400 рублей. Очень мне нравится канва здесь, девочки. Вот такой вот у меня тигр. Я не знаю, в кадр-то я влезу с ним. Ну, вы размеры, да, все представляете? Здесь больше метра, ну, длина. Ширина, наверное, сантиметров 70. Где-то так. Даже сейчас вот я попробую, тут на китайском написано. Нет, наверное, нет размера. Не вижу, короче, уже размера. Значит, здесь вот как раз нитки СХС. Они такие, ну, они синтетические, сами знаете. Они такие, чувствуются, что не натуральные нитки. Ну, ладно, бог с ним. Неплохо они идут, неплохо они ложатся. Я знаю, что у них уже много поклонников. Вот такую мордаху пока что вышили мы. Всей семьей причем клупали. И я, и муж, и дочь. Ну, застопорилась эта вышивка. Хотя иногда мне хочется просто сидеть, шить без схемы. Такая, как, знаете, отдыхалочка такая. Этот тигр, он несложный совершенно. Вот. У него немного совершенно цветов. 11 цветов всего. Вышивается только киса. Все остальные вокруг цветочки. Это все печать фон. Так. Дальше процесс. У меня еще один. Это, наверное, уже последний. Ой, это мои, ну, сами знаете, вот эти вот единороги, которые у меня начинались еще при царе Наполеоне. Я про них тоже рассказывала. Начинала я тогда еще без всяких правил. Это было давно-давно. Это больше, наверное, 5 лет назад. Начинала тогда я еще их отшивать. Не знала я тогда, как правильно еще вышивать. Это все было очень муторно. Начало такое было. Ну, в общем, вот столько отшито. Отшито, ну, сами понимаете, 70%. Вот осталось 30% ноги. Никак не заставлю себя за них я взяться. Так. И я хочу в 2017 году еще начать сумку вот эту. То есть, которую я тоже показывала, делала обзор. Я хочу ее, знаете как, ну, к лету я ее обязательно вышью. Потому что к лету, ну, тут дня 3, наверное, можно, да, потратить. Я так во всяком случае смотрела видео других девчонок. И я так понимаю, что за 3 дня-то они ее вышивали. И еще один у меня начатый процесс. Ну, как начатый? Я начинала, потому что мне надо было попробовать. Потому что, начитавшись отзывов про Панну, про Линду 27, что она бывает какие-то там прямоугольные у нее крестики, что она вовсе неравномерная, что один крестик квадратный, один такой. Думаю, блин, ну, может, правда? Да, я решила попробовать. Я решила попробовать. И у меня, девчонки, вот эту карту, ну, всем уже известно. Я отшила вот такую вот строчку. Сейчас вот сфокусируется. Вот такую строчку. Крестики все ровные, все квадратные. Не знаю, что там раньше было с этой Линдой 27 от Гаммы, я так поняла. Она очень здесь не дурная. Во всяком случае, я разницы в крестиках не вижу. У меня все очень даже неплохо смотрится на этой тканюшке. Вот, ну, такая она мягенькая. В общем, думаю, ну, знаете как, думаю, я начну этот процесс. Будет у меня желание заниматься этой равномеркой, значит, я буду ей заниматься. Этой картой, потому что карта эта, она мне покоя не дает. И вот, видела, я уже отшив. Девочка вышила на стичцу вот такую вот, вот эту половину. Круто вообще у нее получается. Очень мне нравится. Я прям загорелась ее вышивать. Ну, схема здесь видели. Я делала обзор на нее. Кому нравится карта, покупайте, потому что она того стоит. Кстати, на цена у нее уже, я видела в одном магазинчике, девочки, 4 тысячи, около 4200 где-то. Я упала в обморок. Вообще, неужели такой востребованный набор, что цена, в общем, растет как на дрожжах. Не знаю, может, это к Новому году такие цены, но тем не менее. Ну, ниточки здесь все знаете. Вот, я уже все это показывала подробно. Вот, нитки гаммы, все тут от гаммы, в общем-то. Хороший набор, мне он очень понравился. Все свои схемы я охраню вот в такой книжке. То есть все, ой, все, чем я пользуюсь на данный момент, у меня вот здесь лежит. То есть все свои схемы, которые я их туда убираю, ну, чтобы они тут не пачкались, ничего с ними не было. Вот эта схема от Белоснежки у меня. Тут, в общем, потихонечку в этой вот папочке, с мир вышивки, которая приехала, у меня все там лежит. В общем, девчонки, вот такие у меня процессы на сегодняшний день. И я их того насчитала 10 штук. Не считая, конечно, сумки, это еще не процесс, это еще просто планы. Я планирую еще снять планы на 17-й год, но я пока не уверена, какие у меня будут планы. Надо их немножко построить, потому что все же вы знаете, у нас сегодня порыв в одну сторону, завтра еще что-нибудь выйдет, еще что-нибудь захочется, потом будет порыв в другую сторону. Ну, в общем, у меня как у всех. У меня как у всех, все это потихонечку, все это колупается, конечно. Я не могу откладывать процесс в долгий ящик, мне все равно надо его шить. Если я начала, мне надо шить, колупать, я все равно буду это делать. Да, честно говоря, им скучно мне один процесс шить. Не знаю, как у других. Я знаю, вот у меня соседка, она вышивает один процесс, она берет его и доделывает до конца. А я вот не могу так. Если я возьму один процесс, я буду его вышивать, потом не вышивать, потом опять какое-то время спустя вышивать. И мне кажется, он мне тоже затянется на какие-то прям эти годы, наверное, этот процесс. Ну, не знаю, я вообще так не пробовала. Нет, я пробовала так вот с этим вот конем от Золотого Руна. Я его, конечно, вышивала один, да, этот процесс. Но у меня были очень большие промежутки. А здесь, когда у меня порыв какой-то вышивки, я ее беру и вышиваю. Я вышиваю каждый день. У меня совершенно не бывает, практически никогда не бывает выходных. Вышиваю каждый день, но по возможности вышиваю с обеда, там, когда дела свои какие-то поделаю, да, я вышиваю. А так вот, чтобы откладывать сейчас на долгий ящик что-то, я не могу так. Вот у меня есть порыв шить котят, я шью котят. Завтра у меня будет порыв шить хаэт или там что-то, я буду шить хаэт. То есть у меня нет такого, что если у меня там план, все, четко я его придерживаюсь. Нет, абсолютно, такого, конечно, у меня нет. Вот, например, вот этих мышей я шила, это тоже был один процесс. Ну, и они быстро вышивались, я их вышила там, не знаю, за месяц, наверное. Никуда не торопясь, здесь больше, конечно, ушло на бэкстич. Если так вот. В целом, знаете, тут больше бэкстича, нежели самой работы. Хотя мне очень нравится, она такая еще, такая веселая, такая. Вообще прикольная. Ладно. В общем, вот такая вот у меня кипа процессов. Хотите, кидайте тапками, хотите, что хотите, потому что не шью я один, не могу. В общем, какие вот такие у меня дела. Ну, девчонки, всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok